Здорово, кинодел! С вами Соботовский. И поскольку прошлый выпуск вам зашел просто на ура, а он был пилотный, мы решили продолжить нашу рубрику, которая теперь официально носит название «Рупор кинодела». И она будет посвящена новостям в мире видео и фототехники. Итак, первый официальный выпуск. Погнали! Сегодня в выпуске. Лучший стабилизатор для незащищенных камер не собрал необходимость суммы на Кикстартер. Новые объективы Canon и Nikon, полнокадровые объективы CIS Superprime, обучающая компания от Apple, а также четыре лучших фототовара июня по версии Shutterbug. И начнем с конца. Четыре лучших товара среди камер и объективов в этом месяце по версии Shutterbug. Первое место — это наш с вами любимчик GH5S на базе матрицы MFT. Может снимать со значением ISO вплоть до 51200. И кроме этого камера поддерживает технологию Dual Native ISO, то есть предназначенную для обеспечения условий съемки с низким, то есть 400 ISO, и высоким 2500 значением ISO. А также имеет графический процессор Venus Engine 10, который помогает фотокамерам снимать фото и видео практически в полной темноте. Конечно, не Sony A7S Mark II, но уже лучше. В отличие от прошлогоднего популярного Panasonic Lumix GH5, ставшей первой беззеркальной камерой, снимающей в 4К 60 кадров в секунду UHD видео, новый 5S позволяет вести видеозапись 4К 60 кадров в секунду в Cinema 4K, выполняет внутреннюю 10-битовую запись 4.2.2 вплоть до Cinema 4K 30 кадров в секунду, и выполняет внутреннюю 4.2.0 восьмибитную запись Cinema 4K 60 кадров в секунду. В то же самое время наша с вами малышка стоит до сих пор 2500 долларов. Второе место это фотик от Hasselblad. В январе этого года Hasselblad удивил фотоиндустрию, предоставив цифровую камеру среднего формата. Внимание! А это как бы больше фулл-фрейма, добро пожаловать в олдовые времена, которая носит гордое название H6D400CMS, то есть Multishot, которая может снимать 100-мегапиксельные изображения в обычном режиме, или путем объединения 4-х снимков, или объединять 6 снимков в гигантские 400-мегапиксельные файлы. И их размер на секундочку составляет порядка от 2,5 до 3 гигабайт, а для обработки таких фотографий требуются значительные вычислительные мощности, то есть на маке особо не отфотошопишь. Однако технология создания Multishot снимков используется на рынке уже давно. И сам Hasselblad отмечает, что при использовании этой камеры можно получить отличные фотографии автомобилей или сверкающих бриллиантов, например. И раз уж мы о них вспомнили, то цена этой малышки как раз составляет 47 995 долларов. Да, чуть-чуть не дотягивает до реда в полном обвесе, но тем не менее, как бы с голой жопой остаться можно спокойно. Третье место. Это объектив от Nikon Nikkor 180-400 мм F4 TC1.4FL. Уникальный объектив, оснащенный встроенным телеконвертером для расширенного диапазона. То есть телеконвертер позволяет использовать диапазон фокусных расстояний 252-560 мм с цифровыми зеркальными камерами Nikon Full Frame и 378-840 мм с Nikon DX форматом Crop. Система Vibration Reduction или VR позволяет снизить влияние вибраций при съемке в обычном и спортивных режимах. Корпус объектива выполнен из легкого магниевого сплава, а также защищен от проникновения влаги и пыли. Однако его вес при этом все достаточно тяжелый, то есть порядка там где-то 3,5 кг. Nikon 180-400 мм F1.4E TC1.4 в данный момент стоит 12400 долларов. И мы переходим к последнему. На четвертом месте у нас весьма необычная камера. Впервые представленная в прошлом году на Хикстартере камера Loma Instant Square. Официально появилась в продаже в начале 2018 года. Это уникальная аналоговая камера с возможностью создания моментальных снимков. Привет, Polaroid! В качестве пленки используется Fujifilm Instant Square или Instant Mini Film. И для многих фотографов, которые начинали свою карьеру до эры цифровых фотокамер, Fujifilm Instant Square Film — это формат один к одному, как в Инстаграме, короче, который, как бы, ну никогда не выйдет из моды. Камера имеет раскладной корпус, что в какой-то мере отдает дань традициям и в то же самое время значительно облегчает процесс переноски. Взял, сумочку положил. Из современного функционала доступен автофокус, возможность выбора диафрагмы между F10 и F22, длинная выдержка, отложенный таймер, крепление, предназначено под современные штативы. В общем, чего вам еще надо? И для тех, кто уже не может обходиться без современных удобств при съемке, предусмотрен инфракрасный пульт управления. Ну, ни хрена себе! Loma Instant Square. В свою очередь, самая дешевая из всех этих четырех позиций. Всего 259 долларов. И к следующей новости одной из самых интересных. Про стабилизатор Arculus Onyx. С момента появления Mobi уже прошло более пяти лет. С тех пор мы видели бесчисленное количество разнообразных стабилизаторов для камер всех форм и размеров. Только ленивый не выпустил собственную модель, ничем особо не отличающуюся от остальных. И вот появляется еще один. Arculus Onyx. Давайте посмотрим, чем он отличается от своих предшественников. Onyx представляет собой трехосевой кардановый подвес для камеры, выполненный в уникальном дизайне. Onyx представлен в форм-факторе, который не только надежно защищает камеру, но и при этом обладает максимально легким весом, то есть всего 980 грамм. Идея создания Onyx заключалась в том, чтобы создать каркас для работы с компактными кинокамерами, обеспечить их максимальную защиту и повысить качество видеосъемки, проводимой в опасных ситуациях, о чем обычно никто не задумывает со своими зикрейнами, там, ронинами и так далее. Безопасность! Safety first! Onyx может работать с камерами до 2 килограмм. При этом, если размер камеры и объектива позволяют, то она может вращаться на 360 градусов внутри стадикама. Так что в случае работы с длинным объективом в стабилизатор можно вставить параметр, при котором объектив не будет касаться каркаса стадикама и не повредится. В полной боевой экипировке Arculus Onyx выглядит как бронированный лимузин, защищенный спереди и сзади прозрачными поликарбонатными полусферами, а по бокам корпуса из аэрокосмического титана. ФАК МОЙ МОЗГ! Arculus Onyx находится в разработке с 2015 года, и в мае этого года они начали сбор средств на Кикстартере. Но, к сожалению, она не увенчалась успехом, потому что собрано всего 16 500 из необходимых 100 тысяч долларов. Так что будем надеяться, что ребята не опустят руки и все же найдут спонсоров для такого интересного проекта. Потому что мало что новенького сейчас выходит, и когда вот такие штуки появляются на рынке, очень хочется, чтобы им дали шанс. Новости от Canon тоже не заставили себя долго ждать. Они анонсировали два новых объектива 70-200 мм. Линейка телезум-объективов Canon 70-200 2.8L второй версии и 70-200 F4 первой версии получили долгожданное обновление. Давайте посмотрим, что у них там новенького. В третьей версии основные изменения произошли в оптике. Электронная начинка и корпус почти не изменились. Оптическая 3,5-ступенчатая стабилизация изображения, обновленное покрытие Super Spectra для снижения бликов от внутренней поверхности объектива и его нагрева. Покрытие Air Sphere Coating для предотвращения бликов и улучшения работы против солнца. Поверхности передней и задней линз теперь лучше защищены от влаги, пыли и пятен. Ожидаемая цена — 2099 долларов. И 70-200 F4 получила второе обновление. Как и в случае с третьей версией, эта версия будет выпущена с обновленным набором покрытия линз для улучшения качества изображения при, опять же, работе против света, а также уменьшении нагрева. Но, в отличие от третьей версии, этим тут не ограничилось. Также улучшена работа механики объектива. И вот основные изменения. Обновленное покрытие, оптический уже 5-ступенчатый стабилизатор изображения, который работает в двух режимах, максимальное увеличение возросло до 0,27, 9-лепестковая диафрагма, минимальная дистанция фокусировки уменьшилась до 1 метра. Ожидаемая цена? Ну, существенно поменьше — 1229 долларов. На выставке Signgear 2018 CASE анонсировал свои новые объективы — Supreme Prime, предназначенные для порноформатных снимков. Так же, как и серия CP3, объективы Supreme используют для связи с камерой протокол CASE Extended Data. При этом все данные, включая настройки объектива, записываются отдельно для каждого кадра. Ммм, think about it. Это очень удобно для последующей работы с отснятым материалом. Всего в рамках линейки планируется выпустить 13 объективов, используя которые можно будет работать с диапазоном фокусных расстояний 15-200 мм. Большая часть моделей выйдет с апертурой T1.5, хотя кроме этого у 15 мм и у 150 мм будет доступна T1.8, а апертура T2.1 будет доступна для 200 мм. В компании отмечают, что компактные размеры не должны вводить пользователя в заблуждение. Все объективы предназначены для работы с полнокадровыми кинокамерами и способны выдавать изумительную картинку с порноформатными кадрами. Новости из мира любителей помацать яблоки. Apple выпустила рекламную кампанию «Как снимать на iPhone». На русскоязычной версии сайта Apple появилась страница с обучающими материалами по съемке фото и видео на iPhone. Новая масштабная рекламная кампания посвящена возможностям камеры iPhone 7 Plus, 8 Plus и X. На сайте можно научиться снимать замедленное видео, объекты с ярким фоном, людей в движении, крупные планы, работать с освещением и цветом. Длительность одного обучающего ролика не превышает 40 секунд. Наглядно, информативно, полезно. Простые приемы, которые помогут снять потрясающие фото и видео. То есть заходите посмотреть, там все стильно, модно, все как Apple любит. Очень советую. И также обсудить эту подборку новостей можно в комментариях. А если вам захотелось бы научиться снимать крутые ролики не только на iPhone, увидеть за кулисики на съемок, узнать все о видеопродакшене, то тогда заходите на наш сайт Хохлов Саботовский. И не забываем подписаться на канал, поставить лайк, позвенеть в бубенец и зайти ко мне в Instagram. Всех люблю, не могу. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok